Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы накануне важных мероприятий в рамках Содружества Независимых Государств. С учетом того, что Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Успешно председательствует. Успешно. Спасибо за оценку. Хотя работы еще много. И, наверное, окончательную оценку вы нам выставите и главы государства в октябре. В октябре. 15 октября. 15 октября. Мы об этом говорили на саммите Евразес. Мы планировали, что в канун приведем заседание Евразес. Президенты встретятся, обсудят определенные вопросы, которые есть, которые нужно будет обсуждать. Ну и на следующий день мы встретимся в рамках Содружества Независимых Государств. Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем, в конце концов, будет заниматься СНГ. Поставить себе более серьезные задачи и, если можно так выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Понятно, что она сейчас как такая дискуссионная площадка в основном, где мы обсуждаем и серьезные, и важные вопросы. Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над Евразес, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств. Готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений, допустим, в экономике Евразес, в военно-политической сфере ОДКБ и так далее. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы хорошим вашим лоббистом нашего исполкома. Как всегда. Да. Чтобы предложить главному государству поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики и большего, если можно так сказать, авторитета и веса нашей организации. В рамках СНГ. Понятно. Почему я говорю об этом? Да потому что события последних даже недель, дней, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что вот я СНГ, ПТА, страны подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны с последними инцидентами и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты, они были, они есть и они будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке нынешнее поколение политиков, нам надо поработать и поработать очень серьезно. Словом, я готов к тому, чтобы вместе с вами серьезно встретить здесь главу государства в очном режиме и представить серьезные темы для разговора.